Этого мужчину в лодке можно увидеть на бразильской реке Тиете каждый день. Роберто Досилва пытается вернуть реке былую красоту, собирая с поверхности воды мусор. Протяжённость водоёма более тысячи километров, он широкий и пригоден для судоходства. Недаром его название с языка местных племён переводится как «настоящая река». Впрочем, и пластмассовые бутылки, плавающие на поверхности, тоже вполне настоящие. Река проходит через город Сан-Паулу, и жители мегаполиса используют её в качестве дополнительной свалки. Роберто вылавливает буквально тонны мусора, которые потом сдаёт в пункты утилизации, получая за свой труд честный заработок. «Я хочу сделать реку чистой, наслаждаться более красивым видом. Но это также и мой способ зарабатывания на жизнь». Дасилва проводит целые дни в своей простой деревянной лодке. Он собирает мусор прямо руками, помогая себе веслом. Нагруженную лодку подгоняет к берегу, где мусор перекладывают в мешки и увозят на автомобили. «Большинство людей не уважают мою работу. Они говорят, смотрите, мусорщик идёт. Но меня это не заботит. Я с удовольствием чищу реку и помогаю стране». Чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения пресноводных ресурсов, ООН объявила 22 марта Всемирным днём воды. Ну а Дасилва отмечает свой день воды круглый год.